Ииии всем привет ребят, с вами Мистер Манька и я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас будет разговор на информативный, ну и немножечко игровой видос. Как вы видите на своих экранах, я нахожусь в пробитве. Заходя в неё, счёт нашей команды уже был 800 с небольшим точек. Видос я включил чуточку попозже, дабы не затягивать его и решил уже после вечернего стрима, даже можно сказать ночного стрима, увидев неплохой боёчек, зайти в него, помочь закончить ребятам бой, ну и плюс записать в нём для вас видеоролик. Посмотреть сколько можно заработать за пробитву в нынешних реалиях, как вы знаете, может быть не знаете, у нас обновили полностью пробитвы и увеличили в них пуанды плюс получаемый опыт. То есть приблизили нынешние пробитвы к матчмейкинговым реалиям, плюс, ко всему прочему, у вас есть возможность выбора определённых форматов, а не как в матчмейкинге, там только формат боя, не карты, ничего не можете выбрать. И, ко всему прочему, фанды и опыт такие же примерно, как фанды и опыт в обычные дни в матчмейкинге. То есть, по сути, в дни с понедельника по четверг, то есть пятница, суббота и воскресенье у нас фанды в матчмейкинге повышены, а в понедельник, вторник, среду и четверг в этих пробитвах можно формить кристаллов и опыта не меньше, а может быть даже и больше, чем в ММ. То есть, пробитвы становятся актуальными, возвращаются в эту мету. Вопрос, какое большое количество игроков вернётся в них, вернутся ли те игроки, которые уже не играют в эту игру, остаётся большой загадкой. Что касаемо данного боя, то я запикался на полигон в, я так понимаю, формате матчмейкинга, потому что у нас здесь было целых три точки, плюс это спорт режим, без устройств, без резистов, фулл прокачка, то есть, каждый игрок, заходя в бой, даже не имея гараж, имеет полную прокачку своего вооружения. То есть, вы можете спокойно играть, конкурировать, даже не имея этого вооружения в своём гараже, можете его взять и наваливать, и нагибать. Я выбрал паладина грома, гром в нынешней мете, без никаких устройств и резистов, выглядит очень симпатично. Ну и паладина овердрайв, дабы более хорошо контролить вражеский респ, я посчитал неплохим выбором. Ну и зашёл я, конечно же, посмотреть, сколько же можно зафармить здесь кристаллов, за катку набрав не такое большое количество очков. Скажу сразу, если в матчмейкинге распределение по кристаллам и соотношениям команд победившей и проигравшей, примерно 60% в пользу проигравшей команды, то есть, 60% победа получает, 40% поражения, даже бывает иногда 55 на 45, то в пробитвах соотношение распределения этого коэффициента обстоит совсем-совсем другим образом. И здесь цифры примерные где-то 65 на 35, а где-то бывает даже и 75 на 25 по распределению. Сейчас, в принципе, когда бой закончится, вы тоже сможете посмотреть на кафе и уже сами понять, какой коэффициент именно в этой катке. Но здесь в пробитвах решают очень много отрыв, количество очков первого места у вашей команды, первого места у команды противника, да. И там уже сочетаются какие-то другие коэффициенты. Я, честно, до конца не знаю, но знаю, что здесь, в пробитвах, победа намного-намного ценнее, чем победа в матчмейкинге. И это будет видно с точки зрения ваших полученных кристаллов. Да, может быть, с опытом там нет никаких разниц, да, и сколько вы там набили, столько зафармили. Но кристаллов, кристаллов, если вы проиграете, то заработаете значительно-значительно меньше. Что касаемо также этого еще дополнительного боя, то, по сути, я думал, что я зайду в какую-то тут потную каточку, но получилось так, что я просто зашел помочь побыстрее закончить катку, поконтролировать рез противника, и ближе к ночи, оказывается, в таких режимах не оказалось прям жесткого сильного противника. Но это хорошо, когда я записываю видос. Если бы это был бы не видос, а был бы стрим, то я думаю, что бы точно кто-нибудь бы дозашел и постарался бы помешать и сделать так, чтобы этот бой бы длился как можно дольше. Но в рамках видоса получилось довольно быстро сыграть. То есть, в целом, этот бой длился для меня лично где-то около минут так 12, да, то есть, минуты две я тут поиграл так, потом уже включил видос и стал более активно стараться накидывать именно урончик по противнику, дабы быстрее закончить эту катку. Ну и вооружение для спорт-режима в виде паладина-грома показало себя тоже очень и очень неплохо. Также, что я бы хотел сказать по поводу пробитв. Пока у нас бой идет, пока тут, ну, наверное, особо сильно обсуждать нечего, то есть, как тут противник уничтожается, вы и так все видите. Поэтому расскажу, что я вообще думаю по поводу пробитв. Я считаю, что такие пробитвы имеют место быть, это раз. Два. В них надо, ну, наверное, делать даже, может, какие-то супермиссии. Если уж разработчики игры заинтересованы в раскрутке в нынешнее время пробитв и возвращения старых игроков в нашу игру, все-таки вы должны понимать, что в последнее время онлайн у нас уже в игре начинает падать и падать. И если раньше там на ивентах у нас около 10 тысяч онлайна, может, даже там 12 собиралось, и это было вау, прикольно, круто, то сейчас уже на ивентах со всеми последними додосами и прочей ерундой онлайн уже до таких цифр не доходит. И онлайн у нас примерно, ну, наверное, где-то около 8-9 тысяч на ивентах. Да, и это, ну, очень-очень слабые цифры по отношению к тому, что у нас было раньше. Да, то есть, что у нас было раньше и насколько жестко раньше игроки были заинтересованы в этом всем. Да, в про-битвах, в фарме, да. А сейчас это все уже погасло, и вдруг, вдруг, для меня лично это было тоже чем-то новым и необычным, когда у нас появились вот эти вот замечательные обновления, возвращаются про-битвы, да. Я уже видел как минимум десятки игроков, которые до этого, после того, как про-битвы убили, не играли в нашу игру, после ввода этих про-битв, они уже вернулись. Это те ребята, которые были безумными любителями Хорната, вас по рельсы на полигоне в формате ЦП. Капитан, если вдруг смотришь видос, здорово, братанчик, здорово, здорово. Знаю, знаю тебя, знаю, что ты любитель этого режима и видел, что ты уже вернулся. И таких ребят становится все больше и больше, которые возвращаются поиграть именно те форматы, которые умерли в связи с обновлением про-битв и отключением фондов в форматных боях, да. То есть в таких боях, как ХРВР, как там всякие там Дикорельсы там и прочее, я уже как бы говорить не буду. Самое актуальное, конечно же, это Хорната Воспориса. Плюс вернули фонды в закрытые бои. Соответственно, сейчас, мы уже даже пробовали на одном из стримов, можно играть ту же самую Воспожигу и на ней тоже очень неплохие коэффициенты и цифры забирать. Ну, понятное дело, что забирать только в случае, если вы выиграете этот бой. Если вы его проиграете, то, ну, таких прям супер бомбических цифрок уже не будет. Но, в целом, можно что-то позарабатывать. Поэтому я, в целом, рад тому, что у нас про битвы возвращаются. И если вам интересно, то я буду стараться больше заходить в катки и уже непосредственного избоя, может быть, так же само примерно вот под конец, включать записи и уже говорить о том, что у нас происходит, комментировать как-то свою игру, а не просто записывать уже поверх голос, потому что вчера было уже поздно, когда я зашел после стрима, наверное, где-то был час ночи, может, даже больше. Не помню точно, сколько было. Но у меня уже не было возможности полноценно как бы записывать видос, поэтому делаю я это сейчас. Ну, и помог неплохо ребятам. По кэфчику супер-супер вкусно дают здесь в про битвах. И если, как я уже сказал, это вам интересно, если вы хотите видеть больше про битв и уже, ну, каких-то там прям хороших врывов плюс награбы, то обязательно поддерживайте данный видос лайком и пишите в комментариях то, что вам было бы интересно посмотреть про битвы. Ну, а что касаемо данного боя, буквально за 10 небольших минут я сумел заформить около 5000 кристаллов. И это, ну, наверное, примерно такие же цифры, как можно было бы получить в матчмейкинге. Но нужно понимать, что чем дольше вы играете в таких боях, тем больше кристаллов вы в целом заработаете за бой. Да, то есть, если вы будете играть там уже на протяжении какого-то часа, то ваш коэффициент и ваш заработок от такой про битвы будет выше и выше. Да, то есть, в моем случае там за 10 небольших минут я получил пятерочку, что уже является неплохим фармом. Но если сыграть подольше, то можно там, знаете, и контентовые цифры получить. Плюс с премочкой сейчас в про битве за день можно заработать 100 тысяч опыта и 100 тысяч кристаллов. Есть какие-то определенные ограничения. Я, честно, не знаю, зачем они сделаны, но раз они уже существуют, то, значит, разработчикам виднее, чтобы, может быть, не было каких-то супер прокачек. Да, то есть, все вы знаете, что были раньше моменты, когда в закрытках там прокачивались аккаунты, на всяких там мультакачах. Да, поэтому, может быть, именно для этого и сделали эти ограничения. А так, в целом, для игры пару-тройку часиков, если вы играете в день, 100 тысяч опыта и 100 тысяч кристаллов, я считаю, что это вполне реальное ограничение и вполне хорошие цифры, которые вы можете заработать. Поэтому, друзья, пишите, что вы думаете по поводу про битв. Хотели бы увидеть их почаще на канале в виде каких-то, может быть, грабочек, фармочек, да, чтобы я все это, ну, можно сказать, документировал в виде видеороликов. Если это так, то, конечно же, поддерживайте данный видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.